МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Тела Бенита Муссолини и Саддама Хусейна выкрали из могил. Фердинанда Маркоса, диктатора Филиппин, 4 года не разрешали хоронить на родине. Тело его все это время хранилось в холодильной камере. Кровавого тирана-коммуниста Албании Энвера Ходжу похоронили на кладбище павших героев. Но вскоре из героев его вычеркнули, останки перенесли на окраину тираны, а в его музее открыли штаб НАТО. 37 лет назад прямо из склепа похитили руки диктатора Аргентины Хуана Перона. За них требовали выкуп 8 миллионов долларов. Руки пока не вернули. Диктаторы и их активная загробная жизнь. В цикле программ «Последний день диктатора». В среду в 18.00 по киевскому времени на телеканале «Фридом». Если в вашей стране заблокировали доступ к видеосервисам, вам необходимо воспользоваться VPN – виртуальной частной сетью. Для этого нужно ввести в поисковой строке браузера вашего компьютера – «Скачать VPN». Выберите подходящее для вас приложение. Установите его согласно инструкции. Вернув доступ к открытому просмотру. «Фридом» – освободи свое право на выбор. Мы продолжаем эфир телеканала «Фридом». Начинается новый информационный час. Мы внимательно следим за главными событиями в Украине и мире. Спасибо вам за доверие к нашему телеканалу. Завтра Евросоюз формально запустит процедуру переговоров о вступлении Украины в ЕС. Официальный старт дадут на первой межправительственной конференции в Люксембурге. На прошлой неделе Европейский Союз утвердил переговорную рамку для Украины, определяющую формат и порядок переговоров о вступлении в блок. Президент Владимир Зеленский в своем вечернем обращении назвал это событие историческим. Перед выходными он подписал указ, которым утвердил состав украинской делегации для участия в предстоящих переговорах. Последние приготовления сейчас к завтрашнему, чрезвычайно весомому историческому событию. Должны начаться фактически переговоры между Украиной и Евросоюзом о нашем вступлении. День, к которому Украина шла на протяжении десятилетий. И вот сейчас мы делаем это реальностью. Украину уже никогда не сбить с пути в объединенную Европу, в наш общий дом всех европейских наций. Дом, который должен быть мирным. Спасибо всем, кто помогает. Об этом не только будем говорить далее. С нашим гостем Михаил Подоляк, советник главы Офиса президента Украины, с нами на связи. Здравствуйте. Здравствуйте. Добрый вечер. Ну вот уже завтра начнутся переговоры о вступлении Украины в Европейский Союз. Это был долгий, тяжелый путь. Ну вот в Кремле уже заявили, что это негативно скажется на будущем самого ЕС. Ну, впрочем, другой реакции ожидать и не стоило. Я встречный вопрос задам. Какое для нас с вами значение имеет то, что говорит или заявляет абсолютно неполноценное, нелегитимное, на мой взгляд, потому что процедуры выборов там не было. Мы помним. Кремлевская какая-то группа и так далее. Это не влияет. Смотрите, они уже какие, скажем так, страна, которая имеет какие-то там глобальные цели, они не являются таковыми сегодня. Единственное, чем они сегодня влияют, к сожалению, влияют, это большой войной затеянной в Восточной Европе. И, конечно, это определенное влияние оказывает. Это либо-либо приведет к тотальной дестабилизации, к окончательному слому правил. И я надеюсь, что все больше и больше представителей классических мейнстримовых элит понимают те риски, которые генерирует Россия. Либо это приведет к обрушению, окончательному обрушению и по событиям в Дагестане, последним событиям, я имею в виду вчерашним событиям в Дагестане. Мы понимаем, что внутренняя силовая вертикаль у них абсолютно гнила. И, соответственно, Россия вполне может пойти наконец-то на ту трансформацию, которую нужно, чтобы эта страна прошла. Иначе она, еще раз подчеркиваю, будет всегда генерировать риски. Поэтому ее заявления относительно будущего Украины никакого значения не имеют. Они это будущее пытаются сегодня уничтожить войной. И, соответственно, безусловно, Украина будет реализовывать свое суверенное право на внутреннюю и внешнюю политику. Это, кстати, одна из глобальных причин этой войны. Это желание России лишить нас с вами субъектности, лишить нас с вами суверенного права на внешнюю политику. В данном случае мы говорим о присоединении к Европейскому Союзу. Для России вообще свойственно контролировать территории стран за счет, скажем так, создания низкого уровня жизни. Ну, то есть сначала коррумпировать элиты, затем предлагать по низким демпингам ценам то или иное сырье, подсаживать на наркотическую, условно говоря, зависимость от этого российского сырья эти страны и держать их в состоянии нищеты, в состоянии неконкурентности. Как только Украина, соответственно, решила уйти в другую сторону, уйти в сторону единого европейского экономического пространства, соответственно, Российская Федерация в любом случае имела бы причины для нападения на нас, как они считают. Вот и все. Ну, теперь давайте четко разделим две части. Все, что будет делать Российская Федерация, она будет пытаться нас уничтожить в полном смысле этого слова. Это война, которая уже горячая. Все, что будет делать Украина, безусловно, начиная переговорные процессы, я думаю, что дорога еще будет тяжелая, потому что переговорный процесс это всегда непростой, с учетом того, что там уже большое количество 27 стран, которые имеют свои взгляды, свои позиции на конкуренцию. А мы говорим, что в рамках переговоров нам необходимо сблизить, скажем так, конкурентные позиции. Мы про экономику говорим, и, соответственно, вот эти 27 стран будут иметь свое видение. Они не хотят, конечно же, допускать увеличение конкуренции или ужесточение конкуренции. Это понятная позиция. Но, тем не менее, я думаю, что Украина проведет успешно переговоры, перестроит каркас государства. Мы получим государство более прозрачное и больше синхронизированное в юридическом смысле с европейскими странами. И, соответственно, качество и управление, и экономики соответствующим образом возрастет. Компетенции экономические Украины возрастут, а, соответственно, будет возрастать и качество, и уровень жизни. Ну, действительно, завтра исторический день, который точно войдет в учебники истории. Давайте еще о таком поговорим. Совет Евросоюза окончательно одобрил 14-й пакет санкций против России. И один из основных пунктов это касается российского ожиженного природного газа. Также введены санкции против теневого флота РФ. И есть уже запрет на частные авиаперелеты. Как вы в целом оцениваете новый пакет санкций? Я всегда к санкциям отношусь парадоксально. С одной стороны, я приветствую любое санкционное давление на Россию. Чем больше санкций разных, тем лучше. Но, опять же, я всегда скептически отношусь, потому что, знаете, когда ваша компания продолжает работать на рынке Российской Федерации, то есть вы одновременно говорите о том, что мы вот тут СПГ-терминалы российские будем запрещать, то есть сжиженный газ будем запрещать в чем-то, но в то же время будем покупать минеральные удобрения и возить их через ту же Балтику. Это для меня всегда выглядит очень странно. То есть вы либо-либо избавьтесь от двойственности, либо лишите России вообще возможности зарабатывать на глобальном рынке, чувствовать себя полностью, полноценно ущербной, как это непарадоксально звучит, либо перестаньте говорить о том, что вот этот уже 14-й пакет, или там 13-й, или 12-й пакет санкций, ну точно обрушит экономику России. Нет, не обрушит. У России есть целый ряд отраслей, которые по-прежнему эффективно она использует для давления на глобальной рынке, одна из самых ключевых отраслей, за что, кстати, они ведут в свою очередь войны на африканском континенте, я имею в виду доступы к урановым тем же рудникам. Это атомная энергетика России, вот она еще до сих пор не находится не то, что под санкциями, Россия активно влияет на МАГАТЭ, участвуя в управленческих органах этой организации. Поэтому, конечно же, санкции полезны, в любом случае, так или иначе, они ограничивают возможность России маневрировать и так далее. Но, с другой стороны, все-таки хотелось бы избавиться окончательно от этой двойственности. Эта двойственность, еще раз, она выглядит следующим образом. Есть две составляющие в любой войне, ну или три составляющие. Первая – это психология, мы о ней часто говорим, и понятно, что Украина два года выносит, вытягивает эту войну, то, чего вряд ли бы сделала какая-то другая страна. С психологией все понятно, с военной составляющей относительно понятно, потому что, конечно же, насыщение Украины оружием, оно действительно позволит изменить статус-кво по линии фронта и, соответственно, наносить России более существенные поражения, тактические поражения. С этими двумя частями понятно. А вот третья часть – это обезжирить страну, то есть сократить ее возможности финансировать войну, то есть сделать издержки на войну гораздо более весомыми, что будет резко отражаться на качестве жизни внутри Российской Федерации, на том же рекрутинге, потому что Россия платит деньги за то, что люди идут убивать в другую страну других людей. Вот эта проблема, к сожалению, не решается. Наши партнеры в целом не могут наконец-то избавиться вот от этого присутствия России. И, соответственно, таким образом, мало того, что Россия продолжает оставаться на европейских рынках или европейских компаниях в России, так это еще и соответствующий сигнал для стран нейтрального плана, которые занимают нейтральную позицию, что, в принципе, с Россией все-таки она рукопожатна, с ней можно вести бизнесы. Вот если эти санкционные пакеты, в конце концов, действительно окончательно разорвут любое присутствие России на глобальных рынках, на финансовых, прежде всего, на сырьевых, на энергетических, на атомных рынках, то, конечно, это будет только приветствоваться. По поводу финансовой помощи Украине, вот есть сообщение, что на следующей неделе уже Украина получит первый транш доходов от российских замороженных активов. Жозеп Боррель об этом заявил, верховный представитель ЕС по делам и политике безопасности. Это сумма в 2,5 миллиарда евро. А какой механизм использования этих средств? На что можно тратить, на что нельзя? Ну, прежде всего, давайте начнем с того, что эти деньги пойдут в так называемый фонд мира, то есть в общевропейскую кассу, с которой будет осуществляться иск, с которой будут финансироваться те или иные программы по закупке для нас с вами снарядов. То есть на определенную сумму, на миллиард евро будут закупаться снаряды, и другая амуниция, часть денег будет использоваться на другие цели, на программирование, на экономические программы и так далее, и тому подобное. Тут проблема же не в этом. Проблема, во-первых, сумма. Все-таки 2,5 или 3,5 миллиарда евро несопоставимы с той суммой, которую та же Россия тратит на войну. Она тратит как минимум из федерального бюджета порядка 120 миллиардов. Это прямых ассигнований на войну. А общая сумма финансирования войны за счет различных фондов и за счет местных фондов порядка 200 миллиардов евро. Вы понимаете разницу в суммах. Ну и, соответственно, Российская Федерация, конечно, может позволить себе больше амуниции, то есть количественно опять же вести эту войну. А где она берет эти деньги? Опять возвращаемся по замкнутому кругу туда же, то есть на глобальном рынке. А здесь же вопрос, когда мы говорим о финансировании Украины и, соответственно, о тех или иных программах и тех или иных решениях по замороженным активам Российской Федерации. Знаете, в чем дело? Ведь дело в том, что, к сожалению, европейская бюрократия не может осознать, что долгие дискуссии, а мы с вами вот эту дискуссию о необходимости использования замороженных российских активов в пользу Украины в большем объеме. Не просто там 2-3-5 миллиардов процентов, а в большем объеме мы слышим долго. Вот просто, к сожалению, мне кажется, европейские элиты не понимают, что это не мирное время. Война — это время быстрых решений, максимально быстрых решений и, еще раз, однозначных решений, то есть недвойственных решений. На мой взгляд, Россия вышла из-под действия международного права, в том числе из-под действия финансовых ограничений, гарантирующих ей неприкосновенности или иных активов, и, соответственно, все эти активы должны в полном объеме использоваться. А это 380 миллиардов, напомню, евро. Эти активы должны в полном объеме сейчас прямо и немедленно использоваться на закупку необходимого оружия для Украины, прежде всего, амуниции, ну то есть снарядов и ракет, и прежде всего, систем противоракетной обороны. То есть в любом случае можно покупать те же «Патриоты», если кто-то не готов их передавать бесплатно, то их можно абсолютно точно финансировать из денег, замороженных российских активов. Почему? А это логично, потому что кто по нам с вами бьет, кто разрушает нашу энергетическую инфраструктуру? Объективно тот, кто разрушает, за счет его денег и нужно поставить защиту. То есть «Патриоты», «Самты» и так далее и тому подобное. На мой взгляд, вот эта логика должна, во-первых, быть доминантной, во-вторых, ну скорость решения. Но, к сожалению, это немирное время, да, и нельзя в течение года рассуждать, а надо Украине в миллиард евро выделить на закупку снарядов через фонд мира или не надо. Здесь очевидные ответы. По поводу саммита мира еще хочу уточнить, да, который довольно успешно прошел. Вот за неделю к коммунике глобального этого саммита присоединилось еще семь участников. И вот Владимир Зеленский написал, процитирую, «Восстановить все аспекты безопасности и настоящий мир возможно, но для этого нужно единство мира». Вот как проходят переговоры со странами, чтобы они подписали, да, это коммунике и, по-вашему, тенденция продолжится к этим семи присоединяться еще? Давайте начнем с того, что мы у вас в эфирах неоднократно говорили о том, что действительно саммит мира и его коммунике в любом случае станут доминантной повесткой дня. Они будут доминировать, страны будут изучать, даже те страны, которые не присутствовали, они будут пытаться понять, что это за саммит, какие решения он принял, почему этот саммит действительно является всеобъемлющей, начальной, отправной, что ли, точкой, от которой можно оттолкнуться для того, чтобы достигнуть действительно справедливого мира, то есть вернуться в канву международного права. И, конечно же, страны, еще раз подчеркиваю, те, которые не были на саммите, конечно же, они изучают итоговые документы, они абсолютно солидаризируются с ними. Почему? Потому что, ну, безусловно, Российская Федерация, которая агрессивно, неиспровоцирована начала войну, она ведь косвенно обрушает и другие безопасностные точки. Мы в данном случае говорим о трех основных пунктах, которые были на первом саммите обсуждены. Это ядерная безопасность и продовольственная безопасность, и свободная торговля, и, безусловно, гуманитарные аспекты. Страны, которые, так или иначе, занимают нейтральные позиции, или, в принципе, не присутствовали на саммите мира, они абсолютно точно уверены, что это важные параметры, и их нужно поддерживать. Нелепо поддерживать те предложения, которые делают даже не то, что Россия, а страны, которые каким-то странным, для меня загадочным образом, хотят иметь свои суверенные права, иметь свою неприкосновенность, территориальную целостность, но в то же время адвокатируют позицию России, которая оперирует следующую. Мы пришли их убивать, мы захватили часть территории, пусть эта территория останется нашей, и тогда мы готовы о чем-то разговаривать дальше. Ну, то есть это странно, и, по-моему, на мой взгляд, многие страны понимают абсурдность. Это часть и абсолютную адекватность то, что обсуждалось на саммите мира, и поэтому, конечно же, они итоговые документы изучают, подписывают, и это будет продолжаться дальше. Переговоры идут на разных площадках со многими странами, есть прямые, непрямые коммуникации, страны выходят на связь, имеется в виду, как сегодня там Малави, например, подписали, скажем так, итоговые коммуникации, ну, или, вернее, выразили согласие с позициями, которые изложены в итоговом коммунике. Это хороший процесс. Смотрите, мир должен вернуться к осознанию того, что не бывает какого-то абстрактного мира, не бывает мира по принуждению, не бывает мира за счет уступки территориальных или суверенных прав. Мир бывает только справедливым. То есть ты четко должен опираться, во-первых, на международное право, второе, на договоренности, двухсторонние, многосторонние договоренности. Россия нарушила и международное право, и любые договоренности, двухсторонние, многосторонние. И, соответственно, как нарушитель, она должна заплатить за эту цену. Иначе в любом другом регионе всегда могут появляться подобные нарушители, которые правом сильного будут пытаться что-то захватить или забрать часть суверенитета у той или иной страны. И, соответственно, конечно же, Украина заинтересована, чтобы количество стран, подписавших итоговые коммунике и перешедшие здесь, я буду солидаризироваться с президентом Украины, абсолютно прав, только единство мира, которое будет опираться на три части. Не бывает несправедливого мира, а это только война в других форматах. Второе, суверенитеты, субъектности и территориальные целостности стран должны быть гарантированы, а это возможно только при возврате международного права в полном объеме. И тот, кто нарушает их, и это третий, должен быть наказан, потому что его война в том или ином объеме, начавшаяся на одной территории, несет ущербы и другим территориям. По поводу саммита мира, сегодня Си Цзиньпин заявил, что Китай будет искать урегулирование, процитирую, кризиса в Украине, это он так сказал, собственным способом. Он сказал это сегодня на встрече с президентом Польши Сан-Джием Дудой в Пекине. И еще одна цитата, что Китай поддерживает все усилия, способствующие мирному разрешению кризиса и построению эффективной и устойчивой архитектуры европейской безопасности. Если он сегодня это говорит на встрече с Дудой, то почему не было представителей Китая на саммите мира, чтобы там это сказать? Это хороший вопрос. На мой взгляд, Китай еще до конца не осознает ту роль глобального лидера, которого он готов играть, политического лидера глобального. И было бы, конечно, абсолютно уместно присутствие Китая, потому что саммит мира это не какое-то рядовое событие. Еще раз, это определяющее событие, определяющее архитектуру глобальных взаимоотношений на ближайшие десятилетия. И, конечно же, Китай там должен присутствовать. Это первое. Второе. Мне всегда очень странно слышать о том, что у нас свое видение мира, ну то есть как бы и свое видение архитектуры безопасности. Еще раз, если вы настаиваете на территориальной целостности, Китай всегда на ней настаивает. Если вы настаиваете на том, что уставные документы ООН продолжают действовать, а Китай всегда настаивает на этом, то тогда, наверное, нужно все-таки объективно подходить к тому, что вы предлагаете. Если вы предлагаете пойти по пути России все, а Украине ничего, ну это не про мир, это про ультимативное исполнение требований России, которая не выигрывает войну, мягко говоря. Да, ну тогда какой резон делать такие заявления? Зачем адвокатировать тех, кто нарушает то, что для вас ценно? Второе. Если вы хотите, чтобы война немедленно, ну или как там, кризис, да, очень странно, кризис, который идет на территории одной из государств, да, и на территории идут неспровоцированные боевые действия в полном масштабе. Это странно называть кризисом, это полноценная агрессия, полноценный акт войны, как таковой, да, юридически он звучит как акт агрессии, но тем не менее, все-таки дефиниции нужно использовать уместные, а не абстрактные, потому что тогда будет легче найти понимание того, как выходить из этого кризиса, да, сейчас иронией говорю. Так вот, если вы предлагаете установить мир, то, наверное, мир должен базироваться на каких-то фундаментальных юридических каркасах, да, не на абстракции какой-то, не, еще раз подчеркиваю, агрессору все, жертве ничего. А юридические конструкции, они очень простые. Территория, суверенитет, субъектность. Ну, это ключевые базовые ценности для Китая в том числе. Если вы их отстаиваете, тогда, пожалуйста, сообщите Российской Федерации, вышли на границы Украины, и тогда, если у вас там есть какие-то вопросы, мы организуем переговорный стол, переговорную панель. С одной стороны будет сидеть Украина, и ее союзники, с другой стороны, Россия, и ее союзники в виде Северной Кореи. Давайте решим, как вы взаимно будете гарантировать друг другу безопасность, да, ну, вы все-таки соседи. Вот это нормальная позиция глобального лидера. А пытаться, как бы, адвокатировать, еще раз подчеркиваю, ультимативные требования страны, которая уже два года ведет войну против гораздо меньшей страны, да, и тем не менее не может никаких результатов существенных показать, то, соответственно, это выглядит странно, и это пока говорит о, на мой взгляд, не до конца понятом перспективности, не до конца понятой перспективности собственного глобального лидерства. Китаю нужно это переосмыслить. Но, в принципе, с другой стороны, конечно же, как и любая другая страна, Китай, Венгрия, Бразилия, Южная Африка имеют право на свои позиции, на свои комментарии в рамках своей национальной политики. В этом нет ничего ни плохого, ни хорошего. Просто я всегда считаю, что если ты претендуешь, а в данном случае мы говорим о Китайской Народной Республике, если еще раз ты претендуешь на роль лидера, глобального лидера, лидера, который готов прописывать правила, то, наверное, все-таки нужно объективно смотреть на тот исторический процесс, который сегодня проходит, к сожалению, в виде войны на территории Восточной Европы. И этот исторический процесс должен быть объективизирован и завершен действительно справедливым финалом. Вот саммит мира, он четко показал, что цивилизованный мир поддерживает Украину, но в то же время диктатор Путин едет в Северную Корею, которую давно уже под санкциями. Встречали там российского царя парадом, песнями, оркестрами, детей выстроили вдоль улиц цветами и флажками. Ну вот, что было за всем этим показушным весельем? Что мог Путин опять просить у лидера Северной Кореи? Три вещи за всем этим скрывалось. Первое, страх Путина, ничтожность его, потому что, смотрите, не к нему приезжает кто-то, а он и едет. И, условно говоря, там, по сути, на коленях, учитывая всю местную символику, выпрашивает дополнительный снаряд, дополнительный ресурс, примитивный ресурс для ведения войны. Второе, за всем этим скрывалось неудовольствие Китая. Опять же, потому что Северная Корея – это не та страна, поведение которой нравится Китаю, если мы говорим о регионе, потому что это дестабилизирует регион, это ставит регион всегда на грань чрезвычайно опасных событий. Ну, вы понимаете, Северная Корея – это не страна, которая вкладывается в собственное развитие, у нее нет стратегии развития, это страна, которая живет только одним, как бы всех разрушить, убить вместе с собой и так далее. Это второе, что прослеживалось за этим визитом, и третье – абсолютно нерешенность никаких фундаментальных вопросов, а наоборот обозначение, что Путин является, ну и Российская Федерация сегодня является крайне ничтожной страной, не имеющей серьезных союзнических отношений ни с кем, и вряд ли они такие отношения построят. Да, есть, к сожалению, нейтральные страны, страны, которые относятся к экономическим, например, альянсам, которые заинтересованы в экономическом сотрудничестве, выдаивании, я бы так сказал, России. Это, прежде всего, страны БРИКС, они крайне заинтересованы в том, чтобы, пользуясь моментом, получать возможность покупать дешевле товары, зарабатывать на этом, модерировать этот процесс. Это, опять же, их национальные интересы имеют право. Но еще раз подчеркиваю, России не удается доказать, что ее поведение на глобальном рынке имеет хоть какую-то осмысленность, хоть какое-то оправдание. И, соответственно, единственные страны, которые могут присоединиться, ну или не только страны, а и организации, это организации, которые, в принципе, не заинтересованы в торговле свободной, не заинтересованы в мире, в международном праве и так далее и тому подобное. Но это еще раз, и это третье, то, что было за, скажем так, лоштунком, за этими переговорами, это, конечно же, еще раз подчеркиваю, абсолютная несовременность России. То есть она является архаичной страной, неинтересной, не перспективной. И вкладываться в развитие двухсторонних отношений с Российской Федерацией могут только вот такие северокорейские друзья. Я сейчас иронию говорю «друзья», потому что Северной Корее нужны в свою очередь технологии, продукты питания. Ну это голодная страна всегда, продукты питания, технологии, которые позволяют ей увеличивать там дальности, точность ракетных ударов будущих и так далее и тому подобное. Потому что, и давайте я тут переведу во вторую часть визиту Путина в Тихоокеанский регион, это Вьетнам. Вы видели этот скомканный визит, абсолютно безинтересный визит. То есть там никаких документов не было подписано. Абсолютно ничтожно выглядел, в прямом смысле слова, во Вьетнаме, в Ханое, выглядел, собственно, субъект Путин. И более того, на следующий день было подтверждено стратегическое партнерство Вьетнама и Соединенных Штатов. И совершенно не заинтересован тот же Вьетнам или любая другая страна в Тихоокеанском регионе в сотрудничестве с Россией. Потому что Россия может предложить только, еще раз, участие в агрессивных действиях, которые будут приводить к итоговым большим убыткам. Так как Северная Корея является абсолютно нищей страной, для нее убытки уже являются основой существования, то, конечно же, Северная Корея заинтересована в Российской Федерации. Ну да, вот после визита Путина Вьетнам назвал США стратегическим партнером. Давайте далее о событиях в самой России, в Дагестане. В двух городах были нападения на храмы, синагоги, жестоко убить священник. Ну вот снова бойня в РФ, снова Дагестан. Вспомним события в аэропорту Махачкалы, когда силовики ничего не могли сделать с толпой разъяренных людей. Ну и уже не в новинку, что в среде российских политиков опять звучит версия украинского следа. Вот как можете прокомментировать события в Дагестане? Здесь нету поля для нашего комментария. Безусловно, Украина в этом не участвует. Это, смотрите, Российская Федерация накануне Большого Взрыва. Этот взрыв будет предопределен тактическими поражениями по линии фронта. Если сегодня еще у кого-то там в европейских элитах, в американских элитах есть точка зрения, что Россию надо сохранить в таком виде, что иначе там будут происходить дивные события, утратится контроль над конвенциональными или тем более оружием массового поражения, это не имеет значения уже никакого. Россия накануне Большого Внутреннего Разрыва находится. И почему об этом можно говорить? Потому что вы абсолютно правы. Смотрите, Крокус Сити, теракт абсолютно внятный. И он связан только с внутрироссийскими событиями. Никакого отношения они имеют к Украине, естественно. События в СИЗО в Ростове-на-Дону, опять же. И вот теперь Махачкала и Дербент. Абсолютно точно за организацией этого небольшого, скажем так, противостояния на улицах Дербента и Махачкалы стоят представители элиты, теперь внимательно, дагестанской элиты одного из районов, Серго-Калинского района. То есть, соответственно, это говорит о том, что и поведение силовиков российских абсолютно точно неумелое, некомпетентное, недееспособное. Чётко говорит о том, что Россия имеет внутреннюю гнилую вертикаль силовую, которая точно не удержит. Как только давление внутри России будет возрастать, а оно уже возрастает. Это проявление конфликтности по линии слабого государства. Я бы даже не назвал Россию сегодня государством. Это скорее такая мафиозная структура, которая держит под тотальным контролем за счёт финансов, коррупции. Определённое силовое давление держит, конечно, под контролем часть регионов. И конфликт между вот этой мафиозной инфраструктурой с одной стороны и этническими группами с другой стороны. Опять же, к войне прямого отношения с Украиной это не имеет. За счёт войны с Украиной Россия считала, что она сможет как раз-таки вот эти нарастающие внутренние противоречия загнать обратно глубоко, потому что было бы триумфально, как им казалось, как после 2014 года триумфальное шествие. Они бы кричали, мы тут захватили очень много территорий, смотрите, равных нам нету, мы большие. И многие бы согласились с этой версией, с этой концепцией. Так как это всё не выдерживает сегодня никакой критики, понятно, что Путин не является дееспособным персонажем, его элита не является дееспособной. Армия, да, количественно, это большая армия, но качественно, конечно же, она воюет не так, как долгое время рассказывали. А вот эти все загнанные внутрь болезни, которые в начале 90-х начались, до начала 2000-х они как-то пытались реализоваться, а потом, опять же, ещё раз были спрятаны глубоко, вот они сейчас эти болезни начинают себя проявлять. И, конечно же, они будут проявлять себя всё больше и больше. И это неплохой признак того, что будет происходить в России совершенно точно. Что будет? Потому что, опять же, это исторический процесс, объективный исторический процесс. Но для того, чтобы этот процесс в полном объёме был запущен в самой России, вот такие эксцессы, вот такое противостояние на разных уровнях, для этого тактические поражения России обязаны быть. И для этого наши партнёры должны, конечно же, более радикально подходить к количеству и скорости поставок нам военной техники. Михаил, спасибо вам большое за ваше время, за то, что вы нашли время присоединиться к нашему эфиру за этот разговор. Михаил Подоляк, советник главы Офиса президента Украины, был с нами на связи. Хорошего вечера. Спасибо. Ну а эфир телеканала Freedom продолжается, а команда Intermedia Group прощается с вами до следующего эфира. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Тот ужас, который мы несём россияне на своих плечах сегодня, это стыд аду. Каждый из нас должен делать всё, что может. Даже если он может немного, пусть делает. Пусть он растит своего ребёнка в состоянии свободного критического мышления. Пусть он своего ребёнка научит, что война – это ужасно. Елена Лукьянова. Российский юрист. Общественный и политический деятель. В цикле интервью с Сакеном Аймурзаевым «Люди доброй воли». Завтра в 10.00 по Киевскому.